Напомню, что было с Карабахом. Сначала, опять же, именно под воздействием натовцев и представителей Евросоюза, прямой можно говорить даже и о Вашингтоне, который через свои вот эти сети, как тут написано было, понимаете, сеть друзей Армении, продвигали тему отказа официального Еревана от связей с Карабахом. Они же заставили это сделать, официальный Ереван, натовцы, после чего, когда обескураженный, обманутый народ того же самого Карабаха, жители Карабаха, начали задавать вопросы официальному Еревану, ведь в чем вопрос? Вопрос в том, что их права никаким образом не были ни гарантированы, ни прописаны в документах, которые были подписаны под диктовку натовцев. Что было тогда сказано официальным Ереваном? Было сказано, что это все из-за России и из-за ОДКБ. Причем здесь Россия и ОДКБ, они не уточняют, но бесконечно говорят о том, что виноваты только в России все и только в ОДКБ. А на самом деле это не так. Это прямое вранье. Я действительно обвиняю всех тех, кто использует тезис возложения какой-то ответственности или даже вины на Россию и ОДКБ за решения, принятые Ереваном по Карабаху. Я обвиняю их во лжи. Безусловно, всех тех, кто эту идею исповедует и ее распространяет.